Сегодня мы поговорим про мобильные дома. И хотя они не входят в зону нашего инвестиционного интереса, позднее объясню почему. Тем не менее, это тоже отдельное направление бизнеса, и возможно это кого-то заинтересует, опять же, либо как для проживания, либо для инвестирования. Мобильные дома – это не дома на колесах, то есть на них нельзя ездить и путешествовать, но это действительно переносные конструкции, модульные такие конструкции, которые могут быть перенесены с одного места на другое, то есть они без такого стационарного фундамента, и предназначены как для временного пользования, так и для постоянного. Они расположены и располагаются в таких мобильных парках, в которых, соответственно, есть разрешение на размещение таких домов. Ну и их стоимость колеблется в зависимости от места и категории этого мобильного парка. Самые такие простенькие, вот, например, как этот, который находится в Сент-Петербурге, тут есть дома, начинающиеся от полутора тысяч долларов буквально. Ну и, естественно, они тоже требуют ремонта, реконструкции. Есть более такие изысканные, скажем так, комьюнити, где там с бассейнами, с развлечениями, с дополнительными опциями, соответственно, в них стоимость этих домов будет дороже. Сами по себе мобильные парки, они напоминают наше садоводство. Ну, то есть очень большая такая скученность близко расположенных этих домиков с небольшими, совсем небольшими, скажем так, участками рядышком. Проблема в том, что эти участки не, как правило, не являются собственностью владельцев домов. И в этом первая проблема. То есть вы можете приобрести дом, но земля у вас будет в аренде. И вы будете ежемесячно платить арендную плату за пользование землей, в которую, правда, также входят, естественно, и коммунальные услуги, вывоз мусора, там, свет, вода, ну, в зависимости от комьюнити. И стоимость этих ежемесячных платежей может колебаться, там, от 300 долларов до полутора тысяч, в зависимости от района и категории комьюнити. Вообще интересно, что комьюнити – это, по сути же, такая коммуна, которая предполагает, что очень странно для капиталистических штатов. Но это действительно коммуны, и задумка именно такая, что люди там не просто проживают рядышком, да, в непосредственной близости друг от друга, но и коммуницируют, общаются, ведут какую-то общую деятельность. Поэтому эти комьюнити, они разделены тоже по возрастам, да. Больше всего комьюнити, например, во Флориде – это комьюнити 55+. То есть они предполагают, скажем так, жизнь там пенсионеров после завершения их трудовой деятельности, да, то есть продажу или, там, не знаю, сдачу в аренду своего дома в каком-то там зимнем штате и переезд во Флориду, где всегда тепло, хороший климат, океан, а также рядышком соседей, с которыми вы можете поиграть там в бридж, в гольф, пообщаться, сходить в библиотеку и тому подобное. Сейчас возраст комьюнити молодеет. Это связано с тем, что после коронавируса многие перешли на дистанционную работу и тоже стали предпочитать, например, переезд из какого-нибудь там холодного Чикаго и, там, не знаю, однокомнатной квартиры в Чикаго в какой-нибудь двухкомнатный мобильный дом во Флориде, где можно продолжать точно так же работать дистанционно онлайн. Но, опять же, вокруг тебя лето и тепло. Итак, то есть еще одно ограничение при приобретении мобильного дома это, скажем так, вход. То есть в некоторые комьюнити вы не можете попасть либо по возрастному цензу, да, вы моложе 55. И тут тоже есть различия. Некоторые комьюнити принимают, ну, только... Необходимо быть только собственником 55+, а рядом с ним могут проживать и другие члены семьи, например, моложе. Некоторые есть более строгие, где все жильцы должны быть там, например, не менее 55 лет. И все. Правда, есть и All-Age и Family комьюнити, которые предназначены именно для проживания семей с детьми. Соответственно, там будут и дополнительные всякие развлечения и активности для детей, в виде бассейнов, площадок. Их меньше, но они тоже есть. И их, как правило, выбирают люди, которые, например, хотят попасть в хорошую школу, отправить туда ребенка. Но дома в этом районе стоят очень дорого, стационарные. Поэтому они соглашаются, да, и приобретают дом мобильный для того, чтобы ребенок получил хорошее образование. То есть такая практика тоже есть. Но для того, чтобы попасть в то или иное комьюнити, вам необходимо перед покупкой дома пройти согласование и подтверждение, и пробу со стороны администрации комьюнити. Это, соответственно, еще один барьер при, допустим, этом инвестировании. То есть не факт, что вы его пройдете. Для этого заполняются анкеты на всех взрослых, скажем так, жильцов или покупателей этого дома, тех, кто планирует там проживать. Анкета, каждая анкета стоит от 50 до 100 долларов в зависимости от комьюнити. И потом ожидание проверки на криминал, на криминальное прошлое и финансовый. На то, что у вас хватит денег, ваш доход позволяет оплачивать ежемесячные платежи того или иного комьюнити. В случае, если вы иностранец, вы можете также приобрести мобильный дом. Просто у вас могут запросить дополнительные справки о доходе, если их, соответственно, нет в штатах. То есть вы должны будете предоставить ваш доход с того места или с той страны, где вы его имеете. Или информацию о ваших накоплениях на ближайший год, два, три, если вы планируете с ними заключать договор на этот период аренды земли. В случае, если вы по каким-то причинам решаете разорвать отношения с тем или иным комьюнити, вы действительно можете взять свой мобильный дом и его перевезти, например, в другой комьюнити или в другой штат. Стоимость перевозки очень сильно колеблется, но примерно, очень грубо скажу, она составляет от 3 до 15 тысяч долларов. Это вот перевозка дома из одного места в другое, а дальше зависит от расстояния и так далее. Таким образом, мы выявили как минимум три ограничения и сложности при покупке мобильного дома. Это именно ограничения самих комьюнити, допустим, возрастные, проверка. И третий – это наличие ежемесячных платежей или земли в лизинге в аренде. То есть, земля не ваша. Но надо отметить, что есть комьюнити, есть дома, которые продаются сразу с землей. И это, конечно, упрощает чуть задачу, потому что в этом случае вы являетесь сразу полноценным собственником и участка, и дома. И, естественно, эти дома стоят дороже. То есть, как я говорила, дома без земли могут начинаться от полутора тысяч долларов, ну, в плохом состоянии. Здесь это уже дома, там, условно, от 50 тысяч долларов, скажем так, но со своим, там, маленьким, но со своим участком. Но это не избавляет вас от, все равно от согласования вашей персоны перед покупкой этого дома, а также не страхует от дальнейших изменений. То есть, например, вы купили дом в комьюнити, которым разрешена аренда, да, если вы инвестор, вы купили дом, у вас разрешена аренда, вы находите арендаторов, их согласовывают. Также, кстати, их тоже необходимо будет согласовать. Но, например, через год в этом комьюнити меняется, не знаю, председатель этого кооператива или ТСЖ, то он может взять и изменить эти правила. Да, и, то есть, условно, год вы могли сдавать в аренду, а уже в следующем у вас такая опция пропадает. И вот эта вот непредсказуемость, это еще один минус для инвестирования, скажем так, в мобильные дома США. Как же в итоге на них зарабатывают, если все так сложно? Рассказываю. Один из вариантов заработка очень простой. То есть, например, вы покупаете дом, ну, пускай будет за 5 тысяч долларов, убитый, делаете в нем ремонт. Более того, некоторые дома продают сами комьюнити, они легко идут, например, на всякие дисконты, на время ремонта, они могут вам даже отменить аренду на это время или сократить платежи, потому что они заинтересованы, чтобы вы этот дом привели в порядок, а он не стоял просто у них убитый в центре их милого комьюнити. И после того, как вы сделали ремонт, вы выставляете его на продажу, опять же, в зависимости от того региона, где он есть, ну, например, уже за 20, там 20 или там 30 тысяч, или же предлагаете этот дом в рассрочку, купить в рассрочку, условно там, не знаю, на там 5 или сколько-то лет, с переплатой в 2 раза. Вот это вот один из таких популярных видов заработка на мобильных домах, и, кстати, он довольно неплохо идет, потому что людям, например, по каким-то причинам нужен действительно дом в этом районе, вместо аренды они берут и покупают мобильный дом, платят за него, не знаю, 800 долларов в месяц, и своими платежами ежемесячно его выкупают. это один из видов заработок. Другой интересный заработок на мобильных домах, это, конечно, построение самих комьюнити, то есть это берется земля, земля, естественно, с разрешением на то, чтобы там были организованы мобильные комьюнити, дальше там проводятся коммуникации, либо земля берется уже с коммуникацией, ну, и туда ставится, соответственно, то количество домов, которое разрешает там по площади. это, мне кажется, более интересное инвест-вложение, чем фокусироваться на самих домиках. Ну, тем не менее, опять же, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, знаю, что вот два таких направления есть, сами мы, скажем так, с ними не экспериментировали, при этом у нас есть клиенты, которые приобретали эти мобильные дома, но больше, скажем так, для личного пользования, то есть, опять же, это как такой летний домик в США, да, который периодически они сдают просто в аренду, там на полгода, на 9 месяцев, и 3 месяца живут сами. И так же, кстати, делают много канадцев, да, у которых холодно, и они тоже скупают мобильные дома в США, для того, чтобы иметь возможность, вот на 3 летних, на 3 зимних месяца, или там 4, приезжать в тепло, а остальное время его сдавать. Ну и кроме того, действительно, их покупают люди, которые там либо ограничены в бюджете, либо им нужно определенное место, связанное либо со школой, либо там с работой, либо еще с чем-то. Поэтому мобильные дома, как инвест-вложения, рассматривать можно, да, и американцы действительно на этом зарабатывают, но надо быть готовым к более продолжительной процедуре оформления, хотя само оформление как раз занимает достаточно быстро, потому что по сути мобильный дом продается как машина, да, то есть вот этот сертификат, он не требует такого долгого переоформления, как стационарный дом. Но, тайтл, но все равно при, если вот посчитать общее время согласования с самим этим ТСЖ комьюнити всех вопросов, то, наверное, это может выйти там месяц-два, и не факт, что вас подтвердят. И вот это несколько такой усложняющий элемент при покупке мобильного дома. Посмотрите, если еще не смотрели наш ролик про основные виды инвестирования, куда мы непосредственно сами вкладываемся, и которые мы рекомендуем, и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски по инвест-недвижимости в США.